Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня мы разбираем прекрасное видео с Кейт Уинслет, где она расскажет все самые секретные секреты про съемку Титаника. Она безумно энергичная и образованная женщина, что, конечно же, сказывается на ее словарном запасе. Ну и, в принципе, мы знаем, когда мы слушаем британцев, всегда есть такие слова, о которых мы даже не подозревали. В том числе и для меня, кстати, тоже было парочку новых слов сегодня. Поэтому давайте приступим. Это видео будет очень позитивное и бодрое, поэтому смотрите, не подавитесь тем, что вы сейчас жуете. Приятного аппетита и приятного просмотра. Поехали! Давайте вот эту часть. Пока все понятно, да? Как часто ты слушаешь Селин Дионовская? Ну, песню ее, да? Absolutely never! Okay? Absolutely never! Вообще никогда! Абсолютно никогда! Поясняю на этот раз каждое слово, потому что в предыдущем выпуске с Марго Робин и меня так наехали, что я пропускал там куски. Но я, в принципе, могу понять, потому что я сам помню, как был начинающим, и тоже ничего понятно не было, поэтому... Absolutely never! Абсолютно никогда! Вообще никогда! How often do you listen to Celine Dion's My Heart Will Go On? Absolutely never! Okay? Let's talk about the sweaty handprint scene. Let's talk about... Давай поговорим о... The sweaty handprint scene. Scene. Сцена какая? И вот название этой сцены. Sweaty handprint. Hand. Рука. Print. Отпечаток. То есть отпечаток руки. Мы сразу вспоминаем, что sweaty. Это потный. Sweaty handprint. Где потный отпечаток руки. Let's talk about the sweaty handprint scene. Вот, он и говорит. Let's talk about the sweaty handprint scene. Давай поговорим о вот этой сцене. Print scene. The sex in the car. Это для тех, видимо, кто путает это с какой-то другой сценой. Все-таки. The sex in the car. Sex в машине. Let's talk about the sweaty handprint scene. The sex in the car. Was that scripted? And how sweaty did it get in that car? Те, кто давно смотрят мой канал, по-любому знают слово. Это script сценарий. Ну и, в принципе, кстати, есть слово script даже в программировании. То есть это что-то заранее прописанное, да, то есть строго установленное. Was that scripted? Было ли оно, как бы, по скрипту, да заскриптовано? Было ли оно предписано? Was that scripted? And how sweaty did it get in that car? And how sweaty? И насколько потненько did it get in the car становилось в машине? Типа, насколько действительно там было потно? Was that scripted? And how sweaty did it get in that car? I don't think it was scripted. I think we came up with it on the day. I don't think it was scripted. Да я не думаю, что она была, ну, такая преднаписанная заранее. I don't think it was scripted. I think we came up with it. I think we came up with it. Я думаю, что мы came up with. Вот это, кстати, надо обязательно записать. Она говорит в прошедшем времени, но мы запишем в словаре come up with. Это придумывает что-то. Вот, например. Is that the best excuse you can come up with? Это что, лучшее оправдание you can come up with, которое ты вообще придумать смог? We've been asked to come up with some new ideas. We've been asked. Нас попросили, да, мы были попрошены, to come up with some new ideas. Придумать какие-нибудь новые идеи. I think we came up with it. Я думаю, что мы придумали это on the day. В тот день. Да, прямо на лету. I don't think it was scripted. I think we came up with it on the day. It did get quite sweaty in the car. It did get quite sweaty in the car. It did get. Действительно. Вот тут она did использует для усиления. It did get quite sweaty. Действительно было quite sweaty. Довольно-таки потновато in the car, в машине. It did get quite sweaty in the car. Ну, кстати, вот действительно, sweat, именно как пот, человеческий, часто используется. То есть не просто влага, а если вот мы введем картинки, посмотреть, то у нас будет прям sweat, пот. It did get quite sweaty in the car. Действительно было потненько в машине. I think we came up with it on the day. It did get quite sweaty in the car, but we were spritzed down with spray Evian bottles to me. But we were spritzed down. Но мы были... И вот сейчас мы узнаем, что с ними делали. Ну, хотя она рукой уже даже показала, тут и без этого понятно. Spritz. 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 Брызгать, посыпать, накрапывать, то есть вот так мелко чем-то обрызгивать, да? She spritzed her hair with hairspray. Она spritzed, да, как на... Какое-то у нас есть похожее слово, не помню какое в русском. Make sure to spritz the plants with water every day. Убедись, make sure. To spritz the plants, что ты обрызгиваешь, да, растения with water every day. Водой каждый день. Так и тут. But we were spritzed down. Но нас обрызгивали. But we were spritzed down with spray avian bottles. With spray avian bottles. Вот этими. Spray. Понятно, как в русском, spray? Avian bottles. Бутылочками avian. Нифига себе. Нельзя было просто водой, надо именно avian. But we were spritzed down with spray avian bottles. Кстати, давайте запишем spritz. Брызги, обрызгивать. Карточки, кстати, скачивайте в описании по ссылке. Там единственная ссылка, вот карточки. Там еще будет рабочая тетрадь к этому выпуску. Сейчас покажу, какая. Вот это к предыдущему выпуску английский по песням. Duran Duran. Ну, то есть, тут всякие задания, на сопоставьте слова. Вот прям те, которые в этом выпуске будут на пропуске. То есть, вы тут прям все вписываете. Это все с телефона, кстати, очень удобно заполняется. И сами эти карточки тоже все это можно скачать в описании. И вот картинку добавим. Spritz. Обрызгивать. But we were spritzed down. Но нас набрызгали. But we were spritzed down with spray avian bottles to make us look really like, you know, we were in the throes of... make us look really like... чтобы make us look, сделать нас выглядеть, то есть, чтобы мы выглядели, like, как... to make us look really like, you know, we were in the throes of... In the throes of... In the throes of... Само слово throws... Throes... Throes... Нам дает первое значение. Вообще вот, сильная боль, приступ, муки и так далее. Вот это слово я слышал. Но именно to be in the throes of something... Это прям быть в... в мучениях чего-либо. Но тут понятное дело, что не мучения имеются в виду, немножко другие мучения. Но вообще вот... In the middle of doing or dealing with something... In the middle, да, в процессе, в середине. Of doing, делание, or dealing with something... Или того, как вы справляетесь с чем-то very difficult or painful... Очень сложного или болезненного. И давайте примеры. She was in the throes of a passionate love affair. Она была in the throes of. В муках, прям, помните, да, in the middle of, в середине of a passionate love affair. Такой страстной любовной интрижки. Unable to think of anything or anyone else. Unable. Не способное to think of. Думать о anything or anyone else. Думать о чем-либо или ком-либо еще. The city was in the throes of a heat wave. Город был in the throes of a heat wave. Как бы боролся с волной жары. Вот оно, in the throes of. В муках от этой жары. With temperatures soaring about 100 degrees Fahrenheit. Температура поднималась там выше того-то там. The company was in the throes of a major reorganization. Компания была в муках вот этой реорганизации. He was in the throes of a midlife crisis. Он был... То есть мы понимаем, что всегда про какие-то жуткие, прям, такие кризисные моменты идет речь. И мы так и запишем. To be in the throes of. To be in the throes of. Вот нам предлагает переживающий... Ну, мы запишем переживать очень сложный период, да, какой-то. И вот она говорит нам. It did get quite sweaty in the car, but we were spritzed down with spray Evian bottles to make us look really like, you know, we were in the throes of. Да, она не договаривает как раз-таки, чтобы не произносить каких она была throes там. Got it. Okay, good. Got it. Окей, good. Да, понял. Хорошо. Еще раз теперь переслушаем до этого момента. How often do you listen to Celine Dion's My Heart Will Go On? Absolutely never. Okay. Let's talk about the sweaty hamprit scene, the sex in the car. Was that scripted and how sweaty did it get in that car? I don't think it was scripted. I think we came up with it on the day. It did get quite sweaty in the car, but we were spritzed down with spray Evian bottles to make us look really, like, you know, we were in the throes of... Got it. Okay, good. Acting by bottle. Okay, did you get... Did you really get pneumonia after filming the scene in the water? No, but I did get hypothermia. Okay, really? You were really cold? Yeah, I was really cold. But why was it actually it's pretend? Why did they make it so cold, you get hypothermia? Okay. Why didn't they act it, boy? Давайте. Did you get... Did you really get pneumonia after filming the scene in the water? Вот она ее спрашивает. Did you really get? Ты что, на самом деле получила pneumonia? Пневмония, мы по-русски говорим. И сразу нам предлагают вариант использования. To get pneumonia. Именно получить, да? То есть вот конкретно с этим глаголом используется. To get pneumonia. Ну вот мы говорим, да, конечно, не получить, мы говорим заболеть, наверное, пневмонией или заразиться пневмонией. Ну, наверное, заболеть, да? Напишите, если есть, кто шарит в заболеваниях, заболевают или заражаются пневмонией, как это работает вообще. Вот, но по-английски в любом случае get pneumonia. И, кстати, произношение этого слова тоже давайте отдельную секундочку этому уделим. Pneumonia. 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 Pneumonia, да? То есть не вот это P не читается вообще, просто... Pneumonia. 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 Вот так услышишь, да? Без контекста и не поймешь вообще. А на самом деле очень похоже на наше слово. Did you really get pneumonia after filming the scene in the water? Вот. After filming the scene in the water. После того, как засняли фильм, да? Это снимать как раз-таки фильм. After filming the scene in the water. После того, как сняли вот эту сцену в воде. Did you really get pneumonia after filming the scene in the water? No, but I did get hypothermia. No, but I did get hypothermia. Нет, ну вот I did get опять did для усиления. Did get действительно получила hypothermia. гипотермию, да? По-моему, по-русски. И опять, видите, как с болезнью. To get hypothermia. Вроде правильно написал. Ну-ка, сейчас проверим. Hypothermia. Hypothermia. Гипотермия. Переохлаждение, да? Не связано с хайпом. No, but I did get hypothermia. Нет, но я действительно переохладилась. No, but I did get hypothermia. Но читается так же, да? Как хайп. Hype. Hypothermia. No, but I did get hypothermia. What? Okay, really? You were really cold. Okay, really? Да? Чё, правда? You were really cold. У тебя действительно было холодно? Yeah, I was really **** cold. But why was it actually it's pretend? Why was it actually? Well, why was it actually? Так, подожди. Зачем? Why was it? Почему было это actually, действительно? It's pretend. Это же pretend. Pretend – притворяться, да? Это ж всё понарошку. Зачем реально? Типа, было холодить. Pretend мы запишем. Притворяться, делать вид. Ещё раз. But why was it actually it's pretend? Why was it actually? Зачем было на самом деле? It's pretend. Why did they make it so cold? You get hypothermia. Why did they make it so cold? Зачем они сделали так холодно? Да, зачем они так? Why did they make it so cold? You get hypothermia. You get hypothermia. Что ты аж переохладил. Why didn't they act it, boy? Why didn't they act it? Почему они не act it? Это представление делать. Да, почему они не разыграли это? Да, почему нельзя было это понарошку-то сделать? Okay. Why didn't they act it, boy? Boy. Boy. Ну, boy в конце так прибавить, конечно, может только этот ведущий, чтобы оно звучало органично. Это чисто вот такая фразочка. Её надо уметь произнести правильно. Why did they make it so cold? You get hypothermia. Why didn't they act it, boy? Так, переслушиваем теперь эту часть. Слушаем дальше. Did you get pneumonia after filming the scene in the water? No, but I did get hypothermia. Okay, really? You were really cold? Yeah, I was really f***ing cold. But why was it actually... It's pretend. Why did they make it so cold you get hypothermia? Okay. Why didn't they act it, boy? Well, we did do a bit of acting. A bit of acting, yeah. You know, a little bit. Why did it have to be cold? I'll tell you why. I think this is why. I mean, it's a long time ago. I know, but there were lots of big tanks, and there was lots of water. And that amount of water, I think, honestly, they couldn't heat it. There was just too much of it. All right. Well, we did do a bit of acting. Well, we did... Опять она, видите, использует... We did do. Это про прошлое она говорит, но тут как бы... Можно было просто сказать... We did a bit of acting. Она говорит... We did do. Мы действительно делали. A bit of acting. Немного acting, да? Как раз-таки актерской игры. Мы действительно что-то капритворялись. Well, we did do a bit of acting. A bit of acting, yeah. A bit of acting. Немножечко, да? Why did it have to be cold? Why did it have to be cold? А чё, зачем же обязательно, чтобы было холодно? Why did it have to be cold? I'll tell you why. I think this is why. I'll tell you why. Я тебе скажу зачем. I think this is why. Я думаю, вот почему. I'll tell you why. I think this is why. I mean, it was a long time ago. I mean, it was a long time ago. Ну, я о том, что it was a long time ago. Это же было давно. Long time ago. Долгое время назад. I mean, it was a long time ago. I know, but there were lots of big tanks. I know. Он ей что-то там говорит, на... Because it was a big tank, по-моему, сказал. Потому что это был большой... Ну, tank — это не всегда танк. Вот если мы введём, допустим, tank of water, да? Это не будет ничего общего с техникой, иметь в виду. Это именно какой-то контейнер большой, да? Огромный какой-нибудь. Steel water tank. Да, вот стальной водяной контейнер. I know, but there were lots of big tanks. Ну, я знаю, но там было lots of, много big tanks, больших вот этих контейнеров. Yeah, but there were lots of big tanks, and there was lots of water. And there was lots of water. И было много воды. Кстати, вот тоже, да? Lots of water. Как можно сказать, прикольно. Yeah, but there were lots of big tanks, and there was lots of water. And that amount of water, I think, honestly, they... And that amount of water. И такое количество воды, I think, honestly, я думаю, честно... Honestly, they couldn't heat it. Честно, они couldn't heat it. Не могли heat it, а разогревать, подогревать. Они не могли подогреть его. There was just too much of it. There was just... Там было просто too much of it. Слишком много ее, воды этой. Это, да, оно, вода. And that amount of water, I think, honestly, they couldn't heat it. There was just too much of it. All right, okay. All right, okay. Давайте еще раз... Well, we did do a bit of acting. A bit of acting, yeah. You know, a little bit. Why did it have to be cold? I'll tell you why. I think this is why. I mean, it's a long time ago. I know, but there were lots of big tanks and there was lots of water. And that amount of water, I think, honestly, they couldn't heat it. There was just too much of it. All right, okay. Have your kids seen the movie? Half of it. Have they seen that part of the movie? No, I don't think so. Actually, no, I do remember covering my son's eyes. Okay. Yes, I do remember covering his eyes. Or you could cover the screen. One of those two. No, because it was in a big movie theater. It was when it came out in 3D. I was like, oh, I forgot about this bit! 3D! 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 That makes it a totally different scene! Well, exactly! Have your kids seen the movie? Have your kids seen the movie? А дети твои смотрели фильм? Half of it. Half of it. Половину его, полфильма. Half of it. Have they seen that part of the movie? Have they seen that part of the movie? Он все о своем, да? А не видели that part of the movie? Эту часть фильма. Have they seen that part of the movie? Um, no, I don't think so. No, I don't think so. Не, я так не думаю. No, I don't think so. Actually, actually, I, no, I do remember. Actually, actually, она говорит. На самом деле, на самом деле. No, I do remember. Не, я помню. Covering my son's eyes. Covering my son's eyes. Cover. Покрывать, закрывать. Covering my son's eyes. Я помню, как закрывала глаза сыну. Вы там никуда не торопитесь. Я все думаю, просто вот сейчас пока снимаю, делать на две части мне бить. Или одной заснять. Наверное, засниму одной. Но, конечно, всех будет пугать продолжительность этого ролика. Cover eyes. Но мы это компенсируем лайками, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк под видео, если вам нравится. Cover eyes. Закрывать глаза. Тоже запишем полезненько. Ой, даже анимация нам попалась. No, I do remember covering my son's eyes. Не, я помню, как глаза сыну закрывала. No, I don't think so. Actually, actually, no, I do remember covering my son's eyes. Okay. Yes, I don't remember covering his eyes. Or you could cover the screen. Или ты могла закрыть экран. One of those two. One of those two. Одно из этих двух. Да, либо так, либо так. No, because it was in a big movie theater. No, because it was in a big movie theater. Нет, потому что это было in a big movie theater. В большом кинотеатре. No, because it was in a big movie theater. It was when it came out in 3D. Ну все, она поперла тараторить. When it came out in 3D, I was like, oh, I forgot about this. It was when it came out in 3D. Это было, когда он вышел в 3D. When it came out in 3D, I was like, oh, I forgot about this bitch. I was like, oh, I forgot about this bitch. Oh, и я забыла про этот bitch. Это как бы кусочек, да, про эту часть. Oh, I was like, oh, I forgot about this bitch. I was like, oh, I forgot about this bitch. 3D. 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 That makes it a totally different scene. 3D. That makes it a totally different scene. Это делает, это, a totally different scene. Это ж вообще другая сцена в 3D. 3D. That makes it a totally different scene. Well, exactly. Exactly. Ну да, так и есть. Так, пересматриваем мы дальше. Have your kids seen the movie? Half of it. Have they seen that part of the movie? No, I don't think so. Actually, actually, no, I do remember covering my son's eyes. Okay. Yes, I don't remember covering his eyes. Or you could cover the screen. One of those two. No, because it was in a big movie theater. It was when it came out in 3D. I was like, oh, I forgot about this bitch. 3D. 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 That makes it a totally different scene. Well, exactly. Did Leo draw that picture? No. Who drew the picture? Jim Cameron actually drew that picture. Jim Cameron drew that picture? Maybe no one even knows that until this moment right now. Wow. Jim Cameron actually drew the picture. Wow. He drew the picture? And he did sketch me. But he did actually sketch me. Wow. How long did you have to be there? Oh, in a bathing suit. In a bathing suit. Paramount wanted Matthew. Так, давайте. Did Leo draw that picture? Did Leo draw that picture? Лео нарисовал эту картину. Тоже все правильно. Draw that picture? No. Who wrote drew the picture? Jim Cameron? Who wrote drew the picture? Ну, это он исправился. Хотел сначала сказать wrote the picture, но вспомнил. Он-то учил английский. Точнее, он сам из англичании, поэтому знает, как правильно говорить. Просто оговорился. Who wrote исправляется drew the picture? Потому что про картину говорится как раз-таки draw, рисовать картину. И в прошедшем drew. Who drew the picture? Кто нарисовал картину? Who wrote drew the picture? Jim Cameron actually drew that picture. Jim Cameron actually drew that picture. Jim Cameron actually, на самом-то деле, она часто говорит actually, drew that picture. Нарисовал эту картину. Jim Cameron actually drew that picture. Maybe no one even knows that. Maybe no one even knows that. Maybe. А может быть, no one. Никто even knows that. Даже не знает об этом. Кстати, я тоже не знал. Я уверен был, что это какой-нибудь дизайнер там или художник нарисовал. Maybe no one even knows that. Может быть, никто даже и не знает этого. Maybe no one even knows that until this moment right now. Until this moment right now. Until, до, this moment right now. Этого момента right now. Прямо сейчас. Maybe no one even knows that until this moment right now. Jim Cameron actually drew the picture. Yeah. He drew the picture. And he did sketch me. Это повторялось, поэтому не будем. And he did sketch me. И он, ну мы знаем, что такое скетч, да, поэтому можно прям глаголом сказать скетч. Типа наскетчил. And he did sketch me. И он меня как раз и заскетчил. And he did sketch me. But he did actually sketch me. And he did actually sketch me. И он на самом деле... И она резко поясняет. In a bathing suit. Но только в купальном костюме, да. In a bathing suit. In a bathing suit. Давайте запишем тоже. Bathing suit. Абсолютно необходимое слово для того, чтобы узнать. Bathing suit. Купальник. Это я сейчас не пошутил. Это реально так. Bathing suit. И вот он у него спрашивает одновременно. How long did you have to be there? Сколько? How long? Как долго? Did you have to? Ты должна была be there. Быть там. Сколько тебе пришлось, типа, позировать? In a bathing suit. In a bathing suit. In a bathing suit. А, в костюме. In a bathing suit. Paramount wanted Matthew McC... И дальше сейчас будет про того... Ладно, сейчас не буду спойлерить. Давайте переслушаем. И дальше. Did Leo draw that picture? No. Who wrote drew the picture? Jim Cameron actually drew that picture. Jim Cameron drew that picture? Yeah. Maybe no one even knows that until this moment right now. Jim Cameron actually drew the picture. Yeah. He drew the picture? And he did sketch me. But he did actually sketch me. Wow. How long did you have to be there? In a bathing suit. Oh, in a bathing suit. In a bathing suit. Paramount wanted Matthew McC... for the role of Jack. But Cameron insisted on Leo. How would that have changed things? I auditioned with Matthew. Isn't that weird? You auditioned with Matthew McC... I did, yes, I did. I auditioned with Matthew, which was completely fantastic. It would have been totally different. Southern accent Jack. It just wouldn't have been the whole Jack and Rose Kate Leo. In the famous line... Давайте вот эту часть. Paramount wanted Matthew McConaughey. Paramount, это компания, да, Paramount. Wanted Matthew McConaughey. Хотела Matthew McConaughey. Paramount wanted Matthew McConaughey for the role of Jack. For the role of Jack. На роль Джека. But Cameron insisted on Leo. But Cameron, но Cameron, да, режиссер, insisted on Leo. Настоял на Leo. Вот тут мы запишем уже у Джеймса Кэмерона, возьмем слово insist. Настаивать. Часто довольно используется. Insist. 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 Mike insisted that he was right. Майк настоял на том, что он был прав. I must insist. Я должен настоять. She insists the money is hers. Она настаивает, утверждает the money is hers, что деньги ее. His friends insisted he had no connection with drugs. Его друзья insisted, настояли. He had no connection with drugs. У него не было никакого connection, да, связи никакой with drugs, с наркотиками. He insisted I should take a taxi. Он настоял, чтоб я взял такси или взял. Вот, поэтому insist. Cameron insisted on Leo. Кэмерон настоял на Leo. Paramount wanted Matthew McConaughey for the role of Jack. How would that have changed things? Как бы это have changed things? Поменяло бы things, вещи, да? Как бы вот это на все повлияло? How would that have changed things? I auditioned with Matthew. Я пробы, да, вот эти. Я как бы аудировалась с Мэттью, да, проходила пробы с ним. I auditioned with Matthew. Isn't that weird? Isn't that weird? Разве это не странно? Isn't that weird? Прикинь, да, странно как. How would that have changed things? I auditioned with Matthew. Isn't that weird? You auditioned with Matthew McConaughey? Never said that in public before. Never said that in public. Никогда не говорила это in public. Тоже, кстати, давайте запишем. Это дословно, да, на публике получается, но имеется в виду при людях, типа публично, общественно и так далее. In public, публично. Never said that in public. Никогда не говорила это публично before, раньше. Never said that in public before. I auditioned with Matthew. Я действительно проходила. Which was completely fantastic. Что было вообще. It would have been. Опять он говорит. It would have been. Это было бы totally different. Вообще другое. Это было бы совсем по-другому. Southern accent Jack. Southern accent Jack. С южным акцентом Jack. Да, ну это у Мэтью МакКонахи, что известно англоговорящим людям, но не особо известно нам. Он же типа южанин, такой а-ля Redneck, да, который так разговаривает немножко, по-деревенски, короче, чуть-чуть. И вот он подкалывает, типа, вот был бы Southern accent Jack. Так, Jack с южным акцентом, короче, деревенщина была. It would have been totally different. Southern accent Jack. It just wouldn't have been the whole Jack and Rose. It just wouldn't have been. Это просто, ну, не было бы тогда the whole всей вот этой Jack and Rose, Jack и Rose, Kate and Leo, и Kate и Leo. Ну, типа, не было бы вот этой темы всей. Переслушиваем. Paramount wanted Matthew McConaughey for the role of Jack, but Cameron insisted on Leo. How would that have changed things? I auditioned with Matthew. Isn't that weird? You auditioned with Matthew McConaughey? Never said that in public before. Wow. I did, yes, I did. I auditioned with Matthew, which was completely fantastic. It would have been totally different. Southern accent Jack. It just wouldn't have been the whole Jack and Rose, Kate and Leo. In the famous line, you say, I'll never let you go, Jack. But you do. I lie. I know. You let him go. I know. I agree. I lie. I fully lie. I hold my hand up. I let him go. Plus, he just should have tried harder to get on that door. Because I think he would have... Totally enough room, right? I mean, we could sort of reenact it now, because this door... Так, давайте. In the famous line... In the famous line, в известной... Line — это линия или строчка. Ну, короче, фраза, да? In the famous line, в известной твоей вот этой фразе you say, ты говоришь. In the famous line, you say, I'll never let you go, Jack. I'll never let you go, Jack. Я никогда не отпущу тебя, Jack. But you do. But you do. Ну, ты ж делаешь так, да ты ж отпускаешь. In the famous line, you say, I'll never let you go, Jack. But you do. I lie. I lie. Да я ж вру. I know. You let him go. I know. I know. Я знаю. You let him go. Ты ж его отпустила. I know. Еще раз. In the famous line, you say, I'll never let you go, Jack. But you do. I lie. I know. You let him go. I know. I agree. I lie. I fully lie. I hold my hand up. I let him go. I fully lie. Она говорит, я полностью вру. I hold my hand up. I hold my hand up. Тоже, кстати, интересное, да, выражение. I hold my hand up. Я держу мою руку вверх. То есть я как бы, ну, честно говорю. I hold my hand up. Это как бы признавать, да, признавать то, что сделал что-то не так. Ну-ка, Кембридж словарь. To admit that something bad is true. Признавать, что что-то плохое, это правда. Or that you have made a mistake. Или что ты совершил ошибку. I know I'm bossy. And I hold my hands up to that. I know I'm bossy. Я знаю, что я такой, типа, люблю покомандовать. And I hold my hands up for that. И я поднимаю мои руки вверх. To that. К этому. Сдаюсь как бы. Ладно, все, поймали. Ну, вот, кстати, во множестве нам предлагают в Кембридж словарике. Hold или put your hands up. Поднимать руки. Признаваться в чем-то плохом. Мы запишем так. I hold my hand up. Да, я все, признаю я. I hold my hand up. I let him go. Plus. I let him go. Да, я отпускаю его. Let him go. Plus. He just should have tried harder to get on that door. Plus. Плюс к тому. He just should have. Ему просто стоило tried harder. Лучше стараться. Try harder. Тоже мы запишем. Сейчас собака уже просит меня идти гулять, поэтому сейчас быстренько уже будем закругляться. Старайся лучше. Try harder. He just should have tried harder. Plus. Плюс. He just should have. Ему просто стоило tried harder. Лучше пытаться. Plus. He just should have tried harder to get on that door. To get on that door. Забраться на это. To get on that door. Room иногда используется. Вот как здесь. Enough room. Достаточно места. Totally enough room. Right? Ну, прям полно места, правда? Totally enough room. Right? I mean, we could sort of reenact it now, because this door... I mean... Ну, вообще-то... We could have sort of... Мы могли бы sort of... В каком-то смысле... Reenact it. Act. Было у нас сегодня уже, да? Это как-то актерски воплощать что-то. Reenact. Мы могли бы воссоздать. Да? Переиграть эту сцену. Reenact it now. Мы могли бы ее переиграть прямо сейчас. Because this door... Потому что это дверь... Reenact it now, because this door... Hold on. Сейчас, погодите, еще раз переслушаем. In the famous line, you say, I'll never let you go, Jack. But you do. I lie. I know. You let him go. I know. I agree. I lie. I fully lie. I hold my hand up. I let him go. Plus, he just should have tried harder to get on that. Because I think he would have... Totally enough room, right? I mean, we could sort of reenact it now, because this door... Hold on, hold on, hold on, hold on. Okay, we're now running around the counter. Okay. Так, сейчас давайте отсюда пару фраз. Hold on, hold on, hold on. Hold on, ну это вопрос, он говорит, погоди, погоди. Hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Okay, we're now running around the counter. We're now running around the counter. Мы теперь бегаем вокруг... Ну, counter это вообще прилавок, да? Она так называет. We're now running around the counter. Мы теперь бегаем вокруг прилавка. Ну-ка, может, такое выражение есть? Вроде нет, кстати, такого. Run counter. Короче, просто она почему-то называет его counter. Прилавок. We're now running around the counter. Мы теперь бегаем вокруг. We're now running around the counter. Okay. Если кто-то догнал, может быть, для какого-то скрытого смысла напишите. Пообещай мне, promise me. Promise me, promise me, promise me, promise me this rose, promise me this rose, promise me this rose. What? You'll let me get up on that door with you. You'll let me get up. Ты позволишь мне get up on that door, подняться на эту дверь with you. Let me get up on that door with you. Come on, darling, there's room for two. Вот и опять все используют. Come on, darling, давай, дорогуша. There's room for two. Room, место, да? There's room for two. Здесь есть место для двоих. Come on, darling, there's room for two. Yes! Wonder Wheel! Yes! We've done it! Wonder Wheel is in theater tomorrow. Кейнтан Эй Уинсленд! Она пришла по поводу нового фильма, как всегда, на ток-шоу приходит. Поэтому я говорю, Wonder Wheel is in theater tomorrow. Вот этот фильм в кинотеатре завтра. Кейнтан Эй Уинсленд! We'll be right back. Так, все. Мне пора с собакой. Карточки обязательно скачайте, рабочую тетрадь, чтобы все прям осело в голове как надо. Спасибо большое вам за просмотр. С вами был Вотэто Английский. И до скорых встреч. Не забудьте подписаться, если вдруг еще не подписаны. Пока!